Сейчас, не объявляя перерыв, хотелось бы сразу перейти к второму кругу, когда участники конференции смогут поделиться впечатлениями об услышанном, высказать свои пожелания, может быть, поделиться сомнениями или даже высказать критику в адрес каких-то выступлений. Поэтому сейчас слово получает для, может быть, подведения неких промежуточных итогов первый секретарь Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии Виктор Аркадьевич Тюрькин. По результатам услышано. Главный вывод, который напрашивается, это то, что нам очень не хватает возможности общения с друг с другом. Потому что иногда товарищ выступает, начинает развивать какую-то тему, прямо хочется выпрыгнуть эти штаны, сказать, слушай, ты читал вот это, вот эта же тема разработанная. И это говорит о том, что не хватает формы этого общения. Потому что собираемся, мы встречаемся, очень редко, какие возможности имеются. Те возможности, которые представляют ряду партий встречи с Алиднет, это тоже весьма ограничено. Там бывали случаи во Вьетнаме, где 6-7 минут для выступления. Да, и как. Поэтому в первую очередь надо думать над формами. И эти формы уже есть многие. Прежде всего, рядом партий, 10 партий ортодоксальной направленности, здесь присутствующих, совместно выпускает теоретический журнал «Коммунистический обзор», который издается силами Компартии Греции. Большая рекомендация обратить на это внимание и участвовать в работе журнала, он публикует статьи не только учредителей, но и других партий. Во-вторых, выходит для русскоязычный теоретический журнал, совместно выпускаемый Союзом коммунистов Украины РКРП. Один из лучших журналов, а на русском языке, теоретический журнал, который есть. Марксизм и современность. И, наконец, именно из таких соображений вы подошли к выпуску вот этого доклада, «100 лет Октябрьской революции. Уроки для коммунистов». И выпустили его для вас на русском и на английском языках, чтобы делиться этими мыслями. И совсем не надо думать, что мы его выпустили, ходим на дух в щеке, что все, мы тут все высказали, мы самые правильные, все знаем. У нас достаточно много внутри своей партии еще по тем вещам, которые в докладе изложены. Существует точек зрения споров и разных вариаций, да? Не об этом речь. Но вот иметь возможность и знать, какая партия что разрабатывает, и делиться этим, это чрезвычайно важно. В связи с этим разрешите не согласиться с моим другом Шабдоловым Шаби относительно того, что тут совершена ошибка. Яков Большевики чуть ли не вроде там предсказатели выступают или как. Отнюдь нет. Наоборот. Читаю эту страницу и эту мысль, Санит Абридович. Относительно предсказывали они революции, готовили, назначали легально. Конечно, подготовку следует принимать не в вульгарном смысле. Вроде того, что Большевики революцию назначили и осуществили. Революции, как известно, по заказу не делаются. Но Большевики революцию готовили всей своей деятельностью. Прежде всего, готовя себя к революции. Как учил Ленин, будет революция или не будет, зависит не только от нас. Но мы свое дело сделаем, и это дело не пропадет никогда. Вот, товарищи, мой регламент закончился. Я на второй круг уже записываюсь. Опять используя возможности и прочее. Слово представляется товарищу Герасиму Иванову Михайловичу. Рабочая партия России подготовится к товарищу Мариносу. Так, товарищи, ну, во-первых, наверное, можно констатировать в парне, что конференция наша угадать. И видно, что во всех уголках земли у нас есть единомышленники. И отрадно слышать правильные вещи на разных языках звучащие. В общем, такое, что и без перевода понятно. Это все очень хорошо. Но это хорошее. А что касается все-таки, если остановиться на несделанных задачах. Идея, идея, это ответ на вопрос, что делать. И поэтому, в общем-то, хотя люди здесь, с одной стороны, вроде собрались идейные, но с другой стороны, надо сказать, что сильно-то идейные наша конференция не была. Я вот выписывал, кто что предлагает делать конкретно, и кто что делает. Значит, во-первых, предлагается организация советов, но организация эта идет с улицы. И товарищи из Донбасса это предлагали, и товарищи из России. То есть вот торпа на улице собралась, она избавляет некий совета, и он, значит, пошел куда-то там все-то решать. На Донбассе это, в общем-то, шло, в России, конечно же, это не пошло. Но если подумать, что это за форма самоорганизации. Это форма самоорганизации адекватная, кому адекватная? Новгородской республики. Вече. Это какой-то 14-й век, 15-й. То есть это буржуазная демократия на самой ранней своей стадии. В начале 21-го века, ну, это такая форма, вообще говоря, есть уже предприятия, в том числе крупные, есть организация по предприятиям. И это, вообще говоря, ну, нету предприятий. Ну, значит, и в этом состоянии 15-го века, ну, добро пожаловать в районную буржуазную демократию. Вот. Значит, шаровые. Далее. Писать письма. Ну, писать письма, надо сказать, вот, Крара Ажугетовна, она очень, ну, разумная женщина. В этом есть резон. Ленин вообще говорил о том, что написание писем в Савнархом в каком-то письме своем говорил, это одна из форм хассовой борьбы. И как форму борьбы с бюрократизмом он очень это приветствовал. Ну, и сейчас, к сожалению, Савнархома, где Ленин у нас нету, можно писать письма, и нужно, хотя бы в ней формулируются проблемы. Не так важно, кто его прочитал и что сделал, а важно, что написано. Я согласен. Но за основную форму тоже, наверное, не стоит. Вот. Ну, и потом одного товарища прозвучало, ну, и вообще, конечно, такая тема. И, кстати, это надо делать революцию. Вот. Тут я сразу вспоминаю, как 20 с лишним лет тому назад меня в политехе, группа дедов КПРФ-овских, в комнате тесной, значит, вечера, я там как-как, что вот надо бы требования выдвинуть, профсоюзу помочь с новым КОВ-договором, то-сё. Они, а вот ты знаешь, что вот в Думе на Бронных Аспортёрах подъезжали, да, 96-й год был, аккурат. Вот. А ты знаешь, что вот Ельцин-ТУО, ты знаешь, что вот Ельцин-Эт, а ты знаешь, как нашим товарищам в Думе тяжело. Ну, и так, в конце концов, я говорю, да ха, на меня так смотрит, очками блещет. Так, наверное, ж надо советскую власть устанавливать. Наверное, ж надо социализм установить. Да, так, ну, сложно опровергнуть. Ну, как-то сижу, говорю, меня тут вспомнят анекдот такой исторический. О том, что когда, после того, как японский вход в Пёхар-Кобе разбомбили, выделены были Конгрессом большие деньги на его восстановление. И когда через полгода комиссия приехала проверять, что там восстановили, она увидела. Ну, где в странах имеют свойство деньги исполяться, они увидели на горне полудотопленного линкора хижину деревянную, в которой сидели водораз и его начальник. Ну, комиссия нагрямила в эту хижину. Что такое? Почему флот-то не поднимаете? Что он держит-то? Ну, начальник выйдет водоразу. Ну, давай. То, значит, оделся за борт. И по громкой связи, значит, разнеслось его бухтение, бухтение. Но начальник с деревным испугом. Что там держит? Что с тобой случилось? Ну, как? Пытаюсь поднять этот линкор. Кто же не поднимается-то? Значит, вот это вот в плену призыва восстанавливать делать революцию, установить советскую власть, и чем-то они таким отдают. Партия – это организатор класса, это его авангард. И в этом смысле меня вот эта надпись немножечко расслабляет. В частности, одно слово «end». «Mitting of communists and rock is part». Согласно определению, партия – это авангард класса. Рабочая партия – это понятно, авангард рабочего класса. А какого класса авангард коммунистическая партия? Класса коммунистов? Класс – это понятие экономическое. Конечно же, коммунистическая партия – это авангард рабочего класса. Вне зависимости от ее названия. Это удовая партия Кореи и рабочая партия России. А вот коммунистическая партия Российской Федерации, скажем, она на должность авангарда класса не претендует. И поэтому это вот и здесь, оно, коммунистические рабочие партии. И мне вот товарищи по Красному университету, любые армии, ставят темы. Одна тема современное коммунистическое движение, другая тема современное рабочее движение. Я, товарищ, им пытаюсь объяснить, что рабочие движения, они剩, отдельно коммунистическое, в эпоху рудитов, чертистов и так далее. Сейчас рабочего движения или это коммунистическое движение, или это, можно сказать, профсоюзное движение. То есть есть такая форма рабочего движения, которая до коммунистического не дотягивает. Профсоюзное движение. Но коммунистическое движение, это что у нас по определению? Это такое рабочее движение, которое поднялось для теоретического осмысления рабочим классам его задач. Дорговременных и кабинет. Без этого такого коммунистического движения нет и быть не может. От того, что группа коммунистически настроенных очкариков где-то собралась, или что-то там решали, до этого ничего не будет. Еще две секунды. Так вот, и по второму кругу пойду, я расскажу, все-таки, советуемся о том, что делать-то надо. Про то, как ленкор все-таки подняли или нет, потом нас расскажут. Попахтение. 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 Сейчас пока стадия первая. Попахтение по ленкорам. Слово представляется товарищу Георгию Мариносу, подготовится товарища Жебековой. Дорогие товарищи, прежде всего, разрешите еще раз поблагодарить Российскую коммунистическую рабочую партию за пригласение и за то, что мы можем сделать это, что мы можем сделать это, что мы можем сделать это. Попахтение. Попахтение. ô Дима уже, сегодня мы рассчитываем, и сейчас мы занимаемсяarsi в таком жизни. К DD СОВТИКЛУ. Сегодня мы взятимы onsite арк Dangerian актер. Мы взяли в yhte Rotary taxa. Субтитры делал DimaTorzok 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 И что из этого получилось? Конечно, в декларации есть много других сильных сторон. Я просто назвал для примера. Но, как и у всякого документа, конечно, будут слабости, которые нам не помешают ее подписать на данном этапе. Ну, например, желательно бы ответить на вопрос. За сто лет после издания Владимировича Ленина работы «Империализм как высшая стадия капитализма» за сто лет что-нибудь изменилось? Ну, естественно, мы же в диалектике, мы понимаем, что все в развитии, значит, что-то должно было измениться. Тогда возникает вопрос, что изменилось? И если мы ответим на этот вопрос, то мы можем ответить на следующий вопрос. А эти изменения влияют как-нибудь на тактику пролетариата, чтобы довести до конца социалистическую революцию в мировом масштабе, о котором мы здесь тоже говорили? Великой Октябре – начало революции в мировом масштабе. Ее конец будет только тогда, когда коммунист победит на планете, на нашей. Так вот, эта слабость на этот вопрос наша декларация не отвечает. Я даже предложил бы некоторые ответы в некоторых выступлениях были на этот вопрос. Я бы даже предложил от имени конференции дать право РКРП на протяжении, не знаю, недели, двух, месяцев внимательно прочитать все выступления на конференции, все материалы представленные. И по своему усмотрению мы доверяем РКРП внести в эту декларацию какие-либо дополнения и поправки, чтобы она больше еще отвечала современности. Теперь несколько таких моментов. По-моему, когда мы говорим о гениальности Ленина, мы почему-то иногда не акцентируем очень важное его открытие. Это Союз Советских Социалистических Республик. Это же форма социалистической государственности и диктатура пролетариата в многонациональной стране. А теперь расскажите, в наше время государство многонациональное или нет? Большинство многонациональное. Значит, вопрос национальный, вопрос не меньше, чем во время Великого Октября, а еще в большей степени стоит сегодня перед нами. И поэтому открытие Ленина форма многонационального социалистического государства, Союз Советских Социалистических Республик, должен быть соответствующим образом проанализирован. Как и проанализировано, что случилось с Советским Союзом, как государством многонациональным диктатурой пролетариата. И почему это случилось? Да, причины говорились, правильные причины, оппортунизм, руководящий партией, авангард, и так далее, и так далее. Правильно. И формации социализма, и потом буржуазные вызревшие отношения взорвались в социалистическую настройку. Все правильно, механизм на месте. Но мы это должны для себя учесть, чтобы не повторять этих ошибок. Затем. Страница 2 декларации. Марсизм, ленинизм. Товарищи, а не пора ли нам говорить? Марсизм, ленинизм, сталинизм. Потому что ленинизм – это и есть марксизм первого прорыва интервестической системы. А сталинизм – это и есть марксизм, ленинизм эпохи перехода коммунизма в мировом масштабе. Так вот, если на второй странице говорится марксизм, ленинизм, я думаю, что нам, советским коммунистам, надо поговорить марксизм, ленинизм, сталинизм. Далее. Советы. Все правильно насчет советов. Но там есть одна добавочка. Насчет избирательной системы. Там говорится, советы, избранные по производству на кругах. Да, все правильно. Это соответствует исторической истине. Но является ли выбор и по производству на кругах обязательным условием победы социалистической революции? Сомневаюсь. Потому что это форма, избирательная система. Но не обязательный политический, так сказать, выбор. Я бы эту фразу просто убрал. Все остальное тут по советам абсолютно верно. Вот сейчас, например, в Белоруссии, когда у нас госкапитализм, у нас советы есть. Но тут правильно говорилось о том, что совет совета розет. Есть пробуржуазный совет, да, есть против. Я не садишь. Регламент. Да, да. Я же не счет вам. Вот у меня. Сейчас. Ну, вот в Белоруссии сейчас. Выборы по производству на кругах. Кто будет избран? Директора. Слава богу, у нас в национальном собрании сплошные директора сидят. У нас госкапитализм проводят именно они. Так что мы будем это поощрять? Я бы эту фразу убрал. И еще. На странице 9 говорится ревизионизм и оппортунизм. Давайте назовем весь перечень. Ревизионизм, догматизм, национализм, оппортунизм. Вот это все наши правила. Ну, и последнее. Последнее. Значит, Владимир Ильич говорил, советовал, кажется, в письмах, в воспоминаниях товарища Геннадия, что судить надо не потому, что говорят, и даже не потому, что делают, а потому, что из всего этого получается. Так вот сравним компартию Китая, коммунистическую партию Китая, которая правильно говорила здесь сегодня греческими товарищами о том, что, простите, там уже далеко не коммунистическая партия Китая. А вот рядом с форозом КНДР, Корейская народно-бократическая республика, и там трудовая партия Корея, не коммунистическая. А в их идеях, что че? Марксизм-ленинизм миллиона нас больше, чем у китайских товарищей. Спасибо. Спасибо. Слово имеет Филиппов Геннадий Иванович, представитель коммунистов Эстонии. Подготовиться к товарищу Бималу Шри-Ланка. Уважаемые товарищи, я, как говорил, далеко не теряйте, и могу говорить только практически. Скажите, пожалуйста, во многих ли городах есть большие профсоюзы? Нет. Допустим, в нашей Эстонии только один. Поэтому работать через профсоюз не серьезно. С другой стороны, правильно говорят, Ленин, он всегда развивал ленинский марксизм, надо думать. Значит, в чем дело? Самое главное – развивать теорию и практику ленинизма-сталинизма. Смотрите, в 17-м году коммунистов было 7 тысяч. Они взяли власть. А почему? Потому что правда была на их стороне. Если сейчас вот так обращать, что вот надо профсоюз, вот надо какие-то еще мути. Надо развивать свою теорию и максимально внедрять в массы. Максимально. Даже, я бы сказал, по интернету. Потому что идет развитие. Надо пользоваться всеми возможностями, чтобы люди знали нашу теорию. Иначе любые наши действия, любые наши конференции останутся в туне. И вот я предлагаю параллельно перерабатывать коммунизм к сегодняшнему дню. Ведь ее отразить. И вы вспомните, Ленин тоже развивал коммунизм. Правда ведь? Значит, надо и дальше его приспосабливать к сегодняшнему дню. И второе. Использовать все возможности для распространения наших идей. Потому что почему коммунисты победили в 17-м году? Потому что они были самые правильные. Согласны? Конечно. Это значит. Спасибо за очень короткое и емкое выступление. Товарищ Немал. Народный фронт освобождения Шри-Ланки. Подготовится к ферберу Илье Львовичу РГРП. Дорогие товарищи, хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями. Первое. Мы уважаем. Мы уважаем те документы, которые вы предложили на рассмотрение конференции. Название декларации перед вами. Вы можете зачитать его для себя сами. Мы считаем, что и доклад, и декларация очень глубокие. Они созданы действительно на платформе мокрсизма-ленинизма. Мы считаем, что если наши товарищи могли бы более подробно описать воздействие революции на коммунистическое движение. Мне кажется, это было бы более интересно. Мы хотели бы, например, узнать, каковы были причины распуска коммунистического интернационала и насколько негативно они отразились на мировом революционном движении. Мы бы очень хотели, чтобы коммунистические партии смогли организовать другую новую сеть коммунистических контактов. И еще, как я уже пытался отметить свои речи, хотел бы еще раз повторить сегодня, мне хотелось бы, чтобы также события в Юго-Восточной Азии, и в Латинской Америке, нашли также отражение в материалах конференции. Вы знаете, что в этих регионах революция продолжается, и мы не собираемся прекращать нашу борьбу. Еще один момент, я тоже его уже отмечал. После Второй мировой войны почти все коммунистические партии в Азии, в Африке. Они стали участниками коалиционных правительств и работали в смаячиках с буржуазией, с национальной буржуазией. Естественно, что в такой смычке не удалось продвинуть свои идеи и воплотить на практике свои революционные планы. В районах социал-экономики, в условиях капитализма, в Индии, например, в Шри-Ламке, у нас такая практика была. Многие политические деятели считали, что в смычке с национальной буржуазией коммунисты смогут продвинуть свои идеи, реализовать свои планы. Были такие иллюзии. Но такая практика, продолжавшаяся почти 70 лет, ни к чему не привела. Ничего мы не достигли. Ничего такие коммунисты не достигли. Более того, мы потеряли фактически все коммунистические партии в плане народного доверия от Индонезии до Индии. Я считаю, что Российская коммунистическая робочая партия в состоянии рассмотреть такой вопрос, как почему коммунистическая партия Советского Союза анализировала подобную ситуацию, почему коммунистическая партия Советского Союза поддерживала таких, по сути, коммунистов-коллаборантов в странах Азии, Африки? Да, дружеский Советский Союз в виде государства и в государственной политике, конечно, должен был и поддерживал дружеские связи с национальными правительствами, но не коммунистическая партия должна была этим заниматься. Что ж, заканчиваю. Когда вы вырабатываете практику, тактику на долгий период, необходимо делать это на основе всестороннего анализа, изучение любого опыта, всех аспектов деятельности. Иначе невозможно выработать тактику на десятилетия. Мне кажется, что вот такими моментами необходимо дополнить наши договоровцы. Это будет помогать, чтобы улучшить нашу думку и практику. Спасибо. Комрад, если у вас есть какие-то предложения к тексту декларации, пожалуйста, пишите и дайте нам. Выступает товарищ Фергеров, Илья Львович, РКРП. Подготовится к товарищу Казенову. Уважаемые товарищи, я хотел бы в своем выступлении сосредоточиться на трех моментах из выступлений товарищей на нашей конференции, которые в той или иной степени нас задели, и мне хотелось бы остановиться на тех мыслях, которые товарищи высказывали. Первое из этих моментов это из выступления наших дорогих болгарских товарищей, которые в своем выступлении сосредоточились, прежде всего акцентировали свое внимание на русском мире, русской цивилизации и внешних угрозах для этого мира, для этой цивилизации. Но мы с вами, коммунисты, должны не забывать о том, что и в русском мире, и в любом другом мире или цивилизации безразлично, к какой национальности это относится, существует в наше время два мира, две цивилизации. Это мир угнетателей и мир угнетенных. И между ними идет не гипотетическая война, а самая настоящая, обычная война между трудом и капиталом, которая не затихает ни на минуту и нигде. И иногда эта война переходит в самую обычную горячую фазу, когда стреляют. Или мы забыли черные дни октября 1993 года, когда на Москву был совершен танковый налет и Москва была подвергнута артиллерийскому обстрелу. Когда буржуазный мир обстреливал трудящихся Москвы. И в этой войне погибли многие сотни людей. Буржуазия не стала устраивать траур по этому событию. Для нее это был праздник. Это была ее победа. В этой войне, в этом сражении. Или, может быть, мы забыли 1999 год, когда в Ленинградской области буржуазия расстреливала рабочих выборского целлюлозно-бумажного комбината, которые посмели захватить власть на комбинате в свои руки и организовали там производство. Это была война. Поэтому говорить о том, что может быть война извне, она может быть. Империализм действительно всегда беременен войнами. Империализм просто не может существовать без войн. Это действительно так. Это действительно так. И об этой угрозе буржуазия охотно говорит. Потому что это веками, тысячелетиями испробованный метод сплочения всей нации, всего народа вокруг власти перед лицом внешней угрозы. А вот о той войне, которую она ведет против трудящихся, буржуазия никогда не упоминает. Кто-нибудь может из вас напомнить мне, в каком буржуазном издании, в какой буржуазной передаче вспомнили о тех событиях, о которых я сейчас сказал. О 93-м годе, о 99-м годе не вспомнят. Им это невыгодно. Если они об этом будут нам напоминать, то рабочий класс вспомнит о том, что он в состоянии войны против буржуазии, а им это не нужно. Им нужен мир между буржуазией и рабочим классом для того, чтобы усидеть у власти. Это одна мысль, которую я хотел подчеркнуть. Вторая мысль, это из другого выступления, о том, променкнула такая мысль, о том, что вред нанесла борьба большевиков в свое время против троцкого и троцкизма. Позвольте с этим категорически не согласиться. Дело-то в чем, что борьба против троцкого и троцкизма началась вовсе не со сталинских времен. Если кто следит за публикациями на сайте РКРП, то он мог бы заметить, что в прошлом году на нашем сайте по заданию идеологической комиссии нашего Центрального Комитета был опубликован большой цикл статей под общим названием «Перманентный демагог», в котором год за годом рассматривалась и анализировалась борьба троцкизма и троцкого против ленинизма. Там были приведены документы, статьи и выступления Троцкого против ленинизма и Ленина против троцкого и троцкизма подробнейшим образом. И было документально доказано, что троцкизм это враг коммунизма, самый настоящий и непримиримый. Да, правильно было сказано, что на определенном этапе вступления межрайонная организация партия большевиков сыграла положительную роль. Это было тактическим ходом. Нет сомнений, что Троцкий был талантливый оратор, талантливый пропагандист, пользовавшийся определенным авторитетом среди трудящихся в 2017 году. Это действительно так. Но таким авторитетом пользовались другие партии, СССР, и меньшевики больше, чем большевики. Поэтому вчитайтесь в ту фразу, которая в нашем докладе к этой конференции была подчеркнута, что социалистическая революция победила не потому, что большевики объединились с меньшевиками, а как раз наоборот. Идевый регламент. Да, я заканчиваю эту фразу и на этом заканчиваю. Как раз наоборот. Потому что большевики разгромили меньшевиков и разгромили троцкизм идейно и политически. Поэтому в этом смысле я никак не могу согласиться с той мысль, что данный разгром был вреден для коммунистического движения. У меня есть еще третья мысль, на которой я хотел бы остановиться, но видимо я попрошу записать именно на третий круг. Спасибо. Второй так, спасибо. Выступает Александр Казенов, представитель рабочей партии России. А я не хотел выступить по поводу выступления Европы и по поводу товарища Школьникова. А в общем по проблеме Советов. Значит, о Советах мы задумались всерьез. После того, как наше внимание обратил на эту проблему один из основателей Объединенного фронта трудящихся Российской Коммунитической Рабочей Партии Сергеев Алексей Алексеевич, профессор Академии Труда. Я думаю, светлую его память сохраняют многие здесь присутствуют. Значит, мне казалось, что я доцент в высшей партийной школе, хорошо знаю, что такое Советы, что такое диктатура прорядки и вопросы, которые в связи есть. Но он вдруг дал ясно понять, что мы вроде бы серьезные взрослые люди, теоретики, доценты с кандидатами, не понимаем этого. Мы не понимаем простую вещь, что Советы это такие органы государственной власти, которые строятся по производственным округам и никак иначе. И в этом суть дела. Или вы имеете основу власти в производстве в предприятиях, или вы имеете территориальные округа, то есть буржуазный принцип формирования и осуществления функционирования власти. Вот чем вопрос. 20, теперь уже наверное больше лет, 20 лет мы пропагандируем упорно этот вопрос, и значит многие, даже наши близкие товарищи здесь не вполне понимают. Здесь я меньше имею ввиду томилась вновь. Она мне вчера и сегодня напомнила пассионарию, который тоже я уверен все товарищи помнят, и мне кажется в некоторых вопросах она даже превзошла. Она нас критикует, что вот РПР, Советы, значит они там не понимают, что Советы деликтически противоречивые. Мы понимаем, что они деликтически противоречивые. Более того, советская власть, когда она победила окончательно, построила социализм в нашей стране в середине 50-х годов, то первое, что она сделала, это отменила Советы. Сталинская Конституция, самая демократичная в мире, даже по определению Елены Боннарова, отменила Советы. Почему? Потому что показалось товарищам, что поскольку социализм победил, поскольку теперь все предприятия социалистические и советские, то вроде как и выборы можно теперь сделать и не такие. И этим был отрезан корень советской власти. В 90-м году мы с Михаилом Васильевичем Поповым дискутировали здесь в Смоленском райкоме КПСС с Юлием Павловичем Беловым, известным вам, ну, большинству из вас, который нас упрекал, значит, что вот мы там отставим диктатуры в грято, мы там сталинисты. И только недавно КПРФ два или три года назад, значит, признала диктатуру пролетариата как марсистские принципы, как, так сказать, руководство действий. Но это в документе. От признания на словах в документе и до дела дистанция большого размера. И пока я не вижу, чтобы они эту дистанцию начали преодолевать. Значит, когда поэтому я сегодня услышал вот эту критику декларации по этому пункту, ну, меня как-то это вот так насторожило. Мне казалось, что в нашей среде, в наших партиях и этот вопрос соотношения диктатуры и советов, диктатуры и демократии, но он уже ясен и решен. Советы не делают революцию, но советы формируются в революцию. Профсоюзы не делают революцию, но профсоюзные организации, правкомы, они свободно превращаются в советы, а советы в революционные органы. Об этом показал и опыт 1905 года в нашей стране, в том числе Иваново-Ленисинске и в 17-м году сразу после начала событий февральских партия наших большевиков дала указания по организации профсоюзных организаций советов и участие в советах. Поэтому это принципиальный важнейший вопрос. Или мы здесь понимаем соотношение советов и диктатуры как сущности и формы, или не понимаем. Или мы работаем в профсоюзах, не просто работаем каких-то готовых профсоюзов, а мы помогаем их создать. Создать ту почву, на которой мы можем работать. Если этой почвы нет, то нет и нашей работы. Так же и советы. Они могут быть буржуазными в результате борьбы, скажем, буржуазии победили, советов. Мы можем снять этот логин, вся власть советов, но это наша почва, на которой мы можем работать. В советах собраны рабочие, а рабочие это наша сила, наш интерес. И мы защищаем, и выражаем интерес. И нас поймут в них. Хотя временно, может быть, мы где-то и полыглажены. Рыглажены. Поэтому, дорогие товарищи, я призываю вас еще раз обратить внимание на эту проблему. Разобраться здесь глубоко. 20 лет мы изучаем и то нам не ясно. 19-го мы приводим специальную конференцию научную по революции 1917-го года как революции советской, направленной на реализацию Советов, на развитие Советов. Поэтому, я думаю, что это большая теоретическая и практическая задача. Спасибо. Спасибо. Словами Клара Жабякова, представитель коммуниста в Киргизии, подготовиться товарищу Миняйла в Финляндии. Я не только представила, я первый секретарь ЦИКА Коммунистической партии Кыргызстана в КПСС. Здесь мы вчера очень подробно говорили, особенно в выступлении доктора Аркадьевича было отмечено, что мы допустили, это не какие-то внешние силы, а именно в основном это наши ошибки позволили разрушить Советский Союз. И вот здесь в этом плане я хотела немножко в какой-то степени полемизировать и сказать о том, что, несомненно, мы должны делать уроки из тех, с одной стороны, как правильствовал Гитлер Аркадьевич, наших ошибок, второе, из тех противоречий, которые существовали в Советском Союзе и в мировой социалистической системе. И, несомненно, мы должны также учитывать вот тот пресловутый внешний фактор. Если мы этого внешнего фактора не будем учитывать, то, естественно, мы будем делать снова и снова наши, повторять те ошибки, которые мы проделали за 10-27-летний период. И вот хотела бы особо обратить ваше внимание, потому что в тот раз я говорила, проводила аналогию 100 лет тому назад канун социалистической революции и сегодня в столетии практически мир стоит накануне социалистической революции, где как бы объективный фактор уже все созрели. Один миллиард, все остальные шесть лишних миллиардов бедствуют, один только господствует и процветает. Запад убивает любое государство, которое ему захочется по выбору. И в первую очередь государство социалистической ориентации. Правильно, да? Это Ливия, это Сирия, это КНДР, которого они не хотят вовсе. Ну и вообще Восток, это Восток для них, это Восточная цивилизация, это не цивилизация, там не люди, это мухи, тараканы, крысы, лыжи, их можно убивать сколько хочу, квартан, садись, чем угодно и как угодно. Поэтому далее, вы знаете, сегодня Запад, вот аналогию хочу провести. Вот когда как разваривали Советский Союз, какие нападки, какие мы совки, да какие мы тупые, да какие мы ограничены, да как мы работать не умеем, да какие мы красно-коричневые фашисты. И многие бывшие коммунисты даже с этим соглашались. Это же великое, это великое внушение, великий психоз был, массовый психоз, клекушество. Сегодня внешний фактор это внешние силы спецслужбы, СМИ, все масс-медиа и вся агентурная сеть, которая действует на всей территории бывшего Советского Союза и стран социалистического содружества. И если мы этот внешний фактор не будем учитывать и не готовиться к нему, и сегодня не бороться с ними, то мы обязательно придем к тому же. И вот новый момент. Сегодня они хотят развалить Россию. Правильно? Это тоже главный проект. Они развалили Советский Союз, теперь надо развалить Россию. Всеми сами. И тогда многие говорят, вот в то время почему развалился Союз, да потому что вот на газ сцены упали и саудиты там уменьшили, там стали, ну они повлияли на снижение цен газа. Во что я вообще не верю, мои дорогие коллеги. Потому что у Советского Союза такая экономика была, такая промышленность была. И потом, почему сегодня россияне должны уповать на цены на газ? Ведь почему Европа, Япония и другие государства покупают энергоносители и передовые, да? А страна, которая обладает богатейшими человеческими ресурсами, природными ресурсами, такая территория. И сегодня должна только сидеть на наркотической игре и думать, ой, как все на на распространстве или помнить на нет, правильно, да? А когда должны вот это использовать для внутренних ресурсов, для поднятия потенциала страны, экономики И поэтому вообще, по-моему, не надо никакой Европе продавать. Я помню, когда училась в институте, то ли в школе, нам уже говорили, нам не экономить природные ресурсы, они нужны нашим детям, внукам, правильно, да? А почему сегодня Россия должна вылет еще туда, поконить на полюсах? Просите регламент уже. Да, еще одну минуту. И вот, я хочу сказать о том, что сегодня вот это нападки, все обвиняем лишь, все охваты, ложь, клевета, и хакеры, и что угодно. То есть вот это грязная вот эта клевета и фальсификация, это делали с нами, с советскими людьми, с коммунистами, с Советским Союзом, с социалистическими странами. И поэтому мы должны выработать иммунитет противодействия этой клевете. И мне кажется, мы сегодня еще коммунисты, мы еще мало работаем, еще не научились сегодня на таком глобальном, мировом масштабе бороться с этой кривитой. Не слышно нашего голоса против, дайте еще вот как даете, там, и нам тоже не будет. И совершаем. мировой сон, у нас конкуренции. Поэтому просьба все точнее. Хорошо, хорошо. И я хочу сказать о том, что мы должны сегодня научиться из наших прошлых ошибок бороться в современных условиях. А вот тут говорили, что надо работать на предприятиях, нас на предприятии не пускают. Значит, мы должны думать о том, сколько людей мы должны подготовить в работе в вузах. Уже заранее готовить, чтобы они работали со студентами. А как ЕГИЛ, так и работают. Музызмай, это христианский исламский проект борьбы с нами, с бывшими республиками Советского Совета. На нас вот, скоро, скоро, может, нагрянут эта война. Уже три минуты прошло. Просьба закругляться, уважать конференцию. Я вам желаю, дорогие коллеги, больших успехов. И чтобы, конечно, очень хорошо, что мы очень много говорили о социалистической революции, о теории и так далее. Но сегодня лично мне хотелось бы побольше услышать, как нам бороться в современных условиях, в современных условиях геополитической борьбы, в условиях глобалистики. Каким методом, методом, какими технологиями, как через интернет-ресурсы, кого готовить, как эти кадры готовить. И когда мы придем к власти, вот как мы должны дальше работать, учетом вот этой всей ситуации. Вот такого направления, к сожалению, было маловато. Я думаю, это недостаток нашей научной конференции, потому что мы пришли не только дифирамбов петь, какой социализм хороший, а вот чтобы октябрьскую революцию не словами делать, а конкретными делами. Значит, мы сегодня и дальше должны говорить больше о механизмах, о тактике, о стратегии и какие пути, какие пути сегодня нынешних условиях, чтобы работать с тем же рабочим классом, с той же молодежью, с которой мы делаем революцию. Поэтому побольше практики, побольше конкретных методик, как это делают свидетели его. А мы только не знаем. Спасибо за такое сравнение. Да, да, да. А европейцы попросили коммунистов Европы, которые к нам приехали, Азии, Африки. Вы знаете, чтобы вы... А вы еще живете, простите, но это лучше уже в кулаках. Простите, пожалуйста. Я хотела всего лишь последнее слово сказать, чтобы их поздравить, приветствовать, чтобы все-таки ваши голоса в борьбе, вот этой большой гиполитической борьбе за справедливость против лжи и клеветы ваши голоса должны были тоже быть слышны, и тогда нам все будет легче бороться. Всего вам доброго. Слово представляется представителем коммунистической рабочей партии Федяне, товарищи, Варя Меняева. Правильно? Варя Меняева, да? Варя. Пожалуйста. Подготовиться, товарищ Абдул. Готовься. Варя Меняева. Уважаемые товарищи, о имени коммунистической рабочей партии Федяне, я бы хотел поговорить наших организаторов за это мероприятие, я бы хотел бы приветствовать всех участников. АПЛОДИСМЕНТОР АПЛОДИСМЕНТОР товарищи, а есть еще и маленькие партии, к примеру, наша партия финская. Я бы хотел поднять вопрос именно о том, что из-за того, что в некоторых странах маленькие партии, особенно там, где маленькое население, есть такая проблема с каплами. Ибо во всех странах есть достаточно такое, ну, к примеру, в России здесь есть большая группа профессоров, которые всех учат теории, но, к сожалению, это не так во всех странах. Ну, теория теории, но еще браточки, я бы хотел поднять вопрос о том, чтобы всякие разные коммунистические партии марксистско-ленинского толка начинали бы больше сотрудничать по обмену опыта. Ибо это довольно важно, потому что особенно молодые партии, которые год-год созданы, они не знают, как правильно работать с людьми, с правсоюзами и прочими. Вот есть такое предложение, чтобы просто сотрудничать, общаться и обменять контактными данными и учить друг друга тем, что уже обменять опытом. и вот это не обязательно должно быть так, что типа австралийский коммунист там улетает в Канаду на самолете, а желательно, если бы эти сотрудничества, обмены опыта были бы региональные, к примеру, скандинавские, между скандинавскими странами, между балканскими странами, между азиатскими странами и так далее и тому подобное. И вот вроде как все, честно говоря, это все, что я хотел поднять в моем выступлении. И я бы еще хотел бы отметить, что наша партия, как и, по-моему, вся остальная партия в этой конференции верит в конечную победу мирового коммунизма. Спасибо. Слово представляется товарищу Шахталу в компарте Дзюкистана. Подготовиться товарищу Тарула. Спасибо. Уважаемые товарищи, мы все с вами слушали много друг с другом и всегда работали. И за то, что вот таким условием создали в этих скудных условиях, когда нет денег для того, чтобы оттуда собрать и там распространять листовки, манифестировать какую-то делу перед памятником. И у вас скажем спасибо руководству КРТ за товарищу Тюркину и его товарищей за такое организованное. Очень солидные наши конференции международные. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не хотел выступать, но вопрос по советам сложнейший вопрос. Теперь вернемся к истории этого вопроса. Какова наша цель? Что должна быть революция делать? Восстанавливать советский ураст. Правильно? Советский ураст. А как его останавливать эту советскую власть? Кто его распустил эту советскую власть? Буржуазный Верховный Совет, который выдвинул на Ельцина, пьяницу и безрассудного человека, и который выдвинул на Горбачеву, президента. Без всенародного обсуждения кандидатуры. Так вот отсюда возникает вопрос. У нас какие советы были при Советском Союзе? Сельский Совет, районный Совет, депутатов, городской Совет, областной Совет, республиканский Верховный Совет, потом идет Верховный Совет Союза, национальности двухпаратные и это были так. Как мы будем восстанавливать? Ленин, конечно, он гениальный был и так и остается. Советы это изобретение опыт русского народа. Советы существовали еще вон. Откуда они возникли? Потому что общинная форма земледелия была у русских, у казаков и все. Общинная форма земледелия требовала, чтобы в земле собрались старики, ветераны вместе монаджёжи, которые за плуг может держаться советы. А эффективно решали свои вопросы. Но буржуазная власть при царе Горохе не допустила советы сюда. Что они сделали дума? Думайте что угодно, а бог царь будет решать. Вы можете говорить сколько угодно, 10 лет будет говорить а кто будет царь. Сейчас то же самое говорит сколько угодно в нынешнем парламенте а сейчас кто будет царь президент. Поднамочили неограничили. Ну сейчас обстановка такая. К личности президента я не отношусь, поскольку это избранные на законном основании российским народом я не имею права это просто неэтично будет с нашей стороны. Но теперь как восстанавливать Ленин сказал да советский угроз. Как он создал советский угроз? Мы с вами помним совет рабочих и солдатских депутатов. Солдаты 90% были крестьяне уставшиеся от войны. Рабочие уставшиеся от эксплуатации. Голодные рабочие. Вот они избрали делегатов образовавцев Верховный Совет Законный. После рост пуска дума, матрос железняк, господа, ваше время стекло, гуляйте на свежем воздухе побольше. и поэтому мы как будем восстанавливать? Какая армия нас защитит? Если эта армия нас предала, тогда разбомбила Верховный Совет Пашу Пашу здесь, если начало. Так вот, откуда возможно восстановление власти Советов снизу или вверх? Большой вопрос, на который мы сегодня не ответим. Мы должны к этому вопросу, Виктор вернуться в нужное время, чтобы мы обсудили досконально. Советы трудовых коллективов, были они? Были. Советы трудовых коллективов, я 27 лет возглавлял областную комиссию по выбору Верховного Совета СССР, Совета Национальности и Совета Союза. Я 20 член, молодой член партии. И знаем, что такое это выборы. С решением Совета трудовых коллективов считались, если человек избран из их среды, они скажут, это достоин, а вот это недостоин, вор, тунеянец, лодер, и мы отменяли, не регистрируют таких кандидатов. Поэтому нам к этому вопросу вернуться. Ответ сегодня мы его не получим. Надо всю нашу советскую историю восстановить. Теперь об изобретении могу вас разочаровать за долго до Ленина пророк Мохаммед в Коране записано Шурро. Совет. Советский у нас на востоке называется Ухумаде Шурави. В Афганистане, в Иране нас называют Шурави, то есть советский. Халиф не имеет права принимать единоличные решения без консультации с членом совета. Это в Коран требует. Сначала консультируйся с советом. Их будет сколько человек? 10, 12, или сколько? И потом принимай решение согласно шариату. Поэтому эта форма власти названа разной в пальне применима и для России, и для мусульманского Востока. Они его примут. Товарищ Багдаж может подтвердить, что там среди народа это народ с длинней исторической культурой. Поэтому вернемся к этому вопросу отдельно. Специалисты наши должны заниматься этим вопросом, научные деятели, те, которые практический опыт имеют один. И вернемся и решим окончательно как будем делать. Революционная ситуация создается, у нас не солдатов уставшие от войны нету и нету рабочих, которые могли бы против этой ужасной вооруженной до зубов с булижниками. С булижником против автомата пойдешь, они скросят тысячи людей, которые с булижником ходят. Это образ, очень хороший образ. Если ничего нет, вот возьмешь булижник. Там даже тропа художник очень хорошая и вся эта тропа, эти большие булижники скопали, их уже на кого-то кинули, понимаете? Поэтому давайте вернемся, Виктор Акадьевич, у меня все. Спасибо. Спасибо. Уважаемые товарищи, когда мы говорили о общих формах работы, сейчас проехали, подожди, наверное, дал маку, забыл сказать, что вопрос советов и его проработка это достаточно серьезный вопрос, и многие правильно отмечают. Я хочу напомнить, что при работе над второй программой партии, Владимир Ильич специально этот вопрос прорабатывал, есть работа тезисе от советской власти, который стоит посмотреть. И в том числе там вообще-то есть указания, чем советы рабочих депутатов отличаются от советов общины, может, каких-то и прочее. проще считать. Не зря эту теорию Владимир Ильич прежде всего вводил от тех советов, которые участвовали в забастовочной борьбе. Отсюда дальше мысль идет к тому, что роль советов на этапе борьбы еще за власть она уже посоветов сможет. Но это все к тому, что 19 августа наши товарищи из рабочей партии готовят конференцию научно-практическую, которая будет проходить в доме как он правильно называется? Дом-музей Ульяновых Ленизаровых в поселке Савлино на тему как раз теории советов и практики, теории и так далее. Поэтому те товарищи, которые здесь будут или близкие те же товарищи из Финляндии могут иметь в виду и участвовать. Но впредь мы наверное правильно уже прозвучали предложение, будем лучше информировать друг друга о соответствующих мероприятиях и о результатах. Не всегда мы это можем сделать на иностранных языках и так далее. Но тем не менее на русском языке просим смотреть наши советы там достаточно много материала в том числе по теории советов. Значит слово представляется товарищу Дурова. Подготовиться товарищу Казюнову пожалуйста. Уважаемые товарищи Уважаемые товарищи Ну первое вот я лично считаю что у нас очень неплохая работа состоялась потому что мы хорошо это неплохо но решили одну из самых главных задач была создана территория где существует правда и где мы доверяем друг другу и более того сделали шаг вперед для того чтобы перейти от веры к некому убеждению единому убеждению которое может нас объединить как мощнейшую силу в мировом коммунистическом движении и я поздравляю вас с тем что это состоялось на мой взгляд это существенный такой элемент который как говорил Владимир Ильич Ленин не праздновать мы собираемся а работать и вот это есть уже результат определенной работы теперь по существу вопроса к сожалению или к счастью я продолжу разговор который сейчас начал Виктор Аркадьевич это вопрос советов что мне вчера нас дорожило в нескольких выступлениях присутствовала идея да что диктатура пролетариата должна реализовываться в форме советской власти все вроде бы нормально звучит но в ряде выступлений терялось слово социализм то есть советы без социализма вот это мне кажется очень серьезная вещь и я поддерживаю идею что дискуссия должна быть абсолютно продолжена потому что теория советской власти и теория социалистической революции они должны быть соединены в единое целое и сама сущность советской власти без социализма она теряется она теряется и дальше мы можем прийти опять к анархосиндикализму к голому рабочему движению в форме диктатуры которая закончится ну ленин тоже нас предупреждал об этом Владимир Ильич как мудрый человек он говорил что на экономической борьбе все и завершится для опыта в своей жизни мы уже проходили буквально недавно когда поднимали советы забастовочного характера на одном из заводов мы поднялись после этот завод вместе с градообразующим предприятием поднялся весь народ на спасение предприятия но после того когда дальше продолжил работать совет он начался временный характер носил этот совет рабочий временный потому что там отсутствовала коммунистическая партия я думаю что этот опыт у нас был очень отрицательный с точки зрения что разгромлен был и совет разгромлен был профсоюз защита и самое страшное для нас что погиб и уничтожили нашего активиста профсоюзного работника его просто убили понимаете поэтому из этого необходимо делать выводы и дальше в общем-то особо не надеяться на то что как только мы провозгласим советы и сразу у нас будет успех и мы будем шоколады отсюда я думаю и я в кулуарах разговаривал с представителями различных партий я думаю было бы уместно сегодня поставить пока как проблемный вопрос он тоже звучал в ряде выступлений наших товарищей из рубежа в том числе и представителей из Донбасса что необходим Коминтерн который бы координировал да мы не сильные партии многие из нас но пример нам показали греки греческие товарищи они создали коммунициативу в европейской части почему бы нам сейчас не ставить вопрос о том чтобы эту коммунициативу развить до Коминтерна и дальше вот эти становящиеся на ноги финская партия там французская партия испанская партия и ряд других партий которые бы могли иметь площадку на которой они бы чувствовали локоть товарищей и говорили у себя на территориях о том что извините это не наши мысли это общие мировые мысли это общее мировое движение поэтому мое предложение оно сводится очень простой мысли сегодня нам принять решение и может быть обратиться к греческим товарищам к российской коммунистической рабочей партии продолжить консультации для того чтобы готовить организационную встречу Коминтерна по созданию Коминтерна и последнее что я хотел бы сказать это тоже звучало в нескольких выступлениях при течении этого итальянские наши товарищи в общем-то хороший анализ сделали экономический мы должны все же видеть что на сегодняшний день мы находимся в другом мире сегодня происходят коренные изменения идет все оцифровка появились новые факторы производства в экономике это прежде всего информация и интеллектуальная собственность не материальные активы которые выдвигаются на первый план а значит меняется характер труда меняется характер отношения к пролетариату то есть если мы раньше ориентировались что это физический труд то сегодня интеллектуальная составляющая выдвигается на первый план и вот это тоже требует осмысления это обеспечить должно нам сохранение нашей социальной базы рабочего класса сегодня буржуазия нашла методы каким образом отказываться от прямого воздействия труда и соединения его со средствами производства сегодня буржуазия переходя на аутсорсинг она вводит новые методы и механизмы когда используется труд рабочих как аутсорсинг как услуга при этом нанимается как осуществление услуги и над этим тоже предстоит нам серьезно подумать потому что в данном отношении характер труда меняется внутреннее содержание рабочего класса тоже меняется хочет он того или нет да производили будут производить но в данном отношении очень много физического труда заменяется автоматами машинами роботами и сегодня выдвигается уже на первый план такова оснащенность производственных предприятий вот этими автоматами замещающими физический труд и не согласиться я как раз закончил да я не согласиться с тем что на сегодняшний день буржуазия добилась оцифровки всей жизнедеятельности всего практически населения мы не можем это факт а следовательно вопрос тотального контроля управления социальными массами он реален и в данном отношении с этим тоже необходимо считаться как этому противостоять я пока тоже не знаю ответа хотя есть мысли и это должна эту проблему решить как раз наша организация которую мы можем назвать коминтер которая обобщит вот эти все тенденции развития и разовьет марксизм ленинизм не реформируя его не ревизионируя его не входя в оппортунистические состояния а делая то что о чем говорил Ленин он говорил что это все же наука марксизм а значит он должен развиваться фронт вместе так я буду говорить снова представляется Казионов Александр Сергеевич рабочая партия это идет у нас четвертый ну хотел поспорить как же с самим Кораном советы они древнее и Корана даже если вы возьмете документы рабовладельцев Греции или Древнего Рима там у них тоже советы сенаты булэ и так далее но дело не в слове как слово советы оно используется всеми народами у кого была землангельская собственность а дело в понятии советы это власть формируемая рабочим классом на предприятиях и от предприятий совет города это орган опирающийся не на территории а на трудовые коллективы на советы если хотите трудовых коллектив на комитеты рабочих в семнадцатом году поэтому с Верховный Совет СССР он не соответствовал своему понятию клетки лев а звали тигр не были они советами по понятию по сути по смыслу поэтому ее и отдали без боя эту советскую власть она не пообещала даже снижение цен в трудные времена народу поэтому народ все широкие массы народа конечно всерьез такую власть не поддержали и в общем-то правильно сделали как показала история но я думаю что история советов в нашей стране нам четко показывает что сначала СССР образовался ведь формер СФСР российская советская советская федерация федеративная республика состоящая из четырех фактически республики федерация из четырех республик потом присоединились другие республики в Советском Союзе было 16 уже республик и в общем-то после войны как будто никто не мешал в Восточной Европе организовывать советские республики но почему-то этого сделано не было не знаю почему видимо после войны Советский Союз был ослаблен и было не до этого и именно это я уверен предопределило значит несоответствие понятию в Советском Союзе и отсутствие Советских Республик там поэтому если строить Советы дальше их и надо или Советские Республики дальше их и надо создавать как союзы Советских Республик руководимых пролетариатом всех стран значит сегодня в одной республике завтра уже в трех республиках послезавтра ну в следующем году там или в десятилетии в других республиках и в конце концов я думаю что при хорошей надежной организации под руководством коммунистической партии крепкой этот процесс может произойти гладко хотя вообще классовая борьба гладко нигде не проходит но я думаю но я думаю что у нас есть уверенность что рабочий класс всех стран сегодня грамотный опытный он прекрасно знает и опыт советского народа и опыт Верховного Совета СССР других организаций я думаю что он сумеет разобраться с проблемами и решить на уровне 21 века спасибо снова представится товарища Падова Сан Сергеевича РКРП и подготовится к последнему записанному у нас товарищу Школьникову здравствуйте уважаемые товарищи очень рад что у меня тоже есть возможность выступить и прежде всего рад что мы собрались на эту конференцию это очень редкое событие очень редкий случай собрались все те у кого лимитной революции не исчерпан это дорогого стоит и я надеюсь что мы собрались не в последний раз и что эта практика будет продолжена и хотел бы поделиться своими впечатлениями от услышанного не с позиции теоретика или идеолога а с позиции скажем так обычного коммуниста который смотрит слушает наблюдает прежде всего товарищи бросается в глаза очень разный уровень выступающих партий выступающих партий есть товарищи по выступлениям которых чувствуется что их партия имеет стратегию тактику выверенные цели и задачи есть партии представители которых неуверены неуверены в себе чувствуется растерянность чувствуется поиск поиск это тоже хорошо но плохо что он не привел до сих пор наших товарищей к результату и в итоге видно что у товарищей не просто разный уровень а разный уровень работы я заметил что в некоторых выступлениях очень большое внимание уделялось вопросам истории вопросам прошлого вопросам установления советской власти это полезно это нужно в этом важно разбираться но я думаю многие собравшихся хотели бы больше знать о настоящем о той текущей работе которую ведет та или иная партия в своей стране и у меня лично сложилось впечатление надеюсь никто не обидится что больше всего о прошлом говорили именно те кому нечего сказать о настоящем у кого нет работы в своей стране текущей в эти дни это плохо это печально и вот эти выступления также показали со всей ясностью еще одну вещь оказывается недостаточно выступать просто против оппортунизма против современного респектабельного оппортунизма какой представляет КПРФ и другие подобные партии недостаточно просто выступать против этого оппортунизма чтобы быть коммунистом для этого еще необходимо предлагать коммунистическую стратегию борьбы стратегию работы среди пролетариата а среди выступающих как мне показалось были было немало элементов разброда то есть да мы понимаем что революция нужна мы понимаем что лимит на революции не исчерпан но когда мы переходим от негатива конструктивной программе начинаются шатания определенные мы видели эти шатания например в вопросе у Китая о том является ли Китай социалистическим для нас этот вопрос достаточно очевиден для некоторых других товарищей нет мы видели эти шатания в вопросе о роли России в современном мире в частности как выясняется некоторые товарищи словословили по поводу русского мира у кого-то иллюзия относительно прогрессивной роли России в нынешнем мире относительно может быть даже многополярного мира это любимый конек той же КПРФ хотя мы прекрасно понимаем что Россия это растущая империалистическая держава с соответствующими устремлениями есть и много других точек для дискуссии скажем так начиная от участия в буржуазных правительствах и кончая наличием или отсутствием стадии в борьбе за совершение социалистической революции и все это показывает что мы должны продолжать дискуссию должны продолжать обмен мнениями в том числе не стесняться даже критиковать друг друга потому что в споре рождается истина и вот те критические замечания которые высказал например Дамилов нояброва они на мой взгляд очень ценные и к ним нужно прислушаться и также к тем замечаниям которые высказал Илья Львович Фергеров и другие товарищи ну и в завершение хотел бы сказать что на мой взгляд рано ставить вопрос о воссоздании коминтерна мне кажется коминтерн это та структура которая становится необходимой когда значительная часть компартии уже доросла до уровня на котором они системно регулярно взаимодействуют друг с другом на международной арене мне кажется что некоторые товарищи в коминтерне видят другое они хотят видеть некую международную организацию которая возьмет их на буксир и будет им подсказывать что и как делать но сейчас нет почвы для создания организации в таком виде поэтому я хотел бы завершить свое выступление по желаниям развивать имеющиеся формы сотрудничества такие как например международный коммунистический обзор и европейская коммунистическая инициатива и конечно развивать сотрудничество на уровне молодежи это будущее всех наших партий спасибо РОП слово слово представляется товарищу школьнику и посоветуемся я очень коротко по вопросу советов там в 19-м дискуссии я участвовать не могу я буду в Киньене значит я хочу просто сообщить некоторые детали спасибо греческим товарищам которые в свое время пригласили меня на 18-й съезд где они дали доскональный глубокий анализ советского социализма и в частности там было негативно одна сторона кстати они отметили там негативных сторон не так уж и много это выборы что Иосиф Вестерин Шталин в 36-м году в своей конституции заменил выборы по производству округам территориальными округами товарищи со Сталина надо быть очень осторожным я приветствую Танилу Иосифовичу на которой здесь выступил по этому вопросу заметил тоже этот же деталь дело в том что у Сталина был четкий план выполнения ленинского указания развития диктатуры пролетариата как высшей формы демократии то что мы потеряли то что мы не сделали и мы потеряли Советский Союз Советскую Власть и социализм мы отслеживаем четко у себя три момента этой системы этого плана Сталинского который один элемент он заложил в конституцию выборы по территориальному кругам второй элемент был четкое разграничение советской власти как диктатуры пролетариата и партии которая является авангардом этого самого пролетариата раздел этих функций он пытался до 19-го съезда это провести после 19-го съезда вы знаете его убили наша дешевле начало убили мы можем это доказать вот и третий элемент у него был очень интересный который мы там скрыли опубликовали у себя выборы альтернативные но социалистические не так чтобы буржуй с пролетарием в одном бюллетене сидели нет у него там тонкие социалистические альтернативные выборы там должен быть кто выдвигает подовые коллективы партийные организации профсоюзные организации корсомольские организации и вот бюллетень стадинский мы опубликовали там вот было три представителя и представляете какой это был заслон для бюрократического перерождения со стороны партапарана представьте себе что партийные организации райкомы и так далее баллотируются кандидатом в советы поэтому не избрали избрали рабочего или комсомольца или еще кого-то что делать с таким сектором он потерял доверие народа надо его что заменить так что очень тонкие мысли были у Сталина а мы сейчас находимся в борьбе за сталинизм подчеркиваю наше мнение сталинизм это есть марксизм ленинизм эпоха перехода от капитализма к социализму в мировом масштабе поэтому сталинизм во всем мы должны антисталинизм так сказать бороться с ним были у него ошибки возможно но только давайте критиковать те ошибки которые были действительно благодаря товарищи в мой адрес поступила наверное справедливая критика что все члены президента выступили в мире а товарищу Черепанову мы слова не дали поскольку он выпадает за следующий тур у меня большая просьба во-первых давайте поблагодарим Кеменскую организацию которая возглавляет Александр Киприянович он как секретарь ЦК и он же первый секретарь Кеменского кома которая приняла активнейшее участие в подготовке конференции и львиную долю расходов материальных обеспечили товарищи севера Кеменской организации поэтому ему за это большое спасибо в рамках пятого тура в виде демократии пролетарской коммунистической так товарищи я хотел сказать большое спасибо всем кто сюда приехал в эту конференцию потому что для вас я хотел бы тоже можно разрешить принимал старый комитет вот проведение данной конференции на самом деле средства и так далее потом приехали товарищи и мы благодарим всех кто приехал на эту конференцию к сожалению не все могли приехать но многие подтвердили то что они декларацию подпишут и это я думаю что будет большое иметь влияние в нашем международном коммунистическом рабочем движении то что мы сегодня работали меня побудило выступить выступить моего молодого товарища к сожалению он сюда убегает когда я выступаю это тактика такая я не согласен с корня его выступления здесь вас товарищи привыкли поучать поучать не надо поучать те товарищи приехавшие к нам сюда я думаю что мы каждый самостоятельно думать что и мы приехали сюда точно и поучиться посмотреть что другие делают как делают и так далее и мы это увидели а делать выводы выводы за вас у вас ничего сказать вы про все и говорите это вообще нескромно и некрасиво вот такие заявления поэтому я прошу извинить за выступление нашего молодого товарища который так ведет неадекватно по поводу русского мира и других вопросов и так далее мы вчера беседовали с Амаром Багдашевым беседовали о том что да есть российский капитал есть российский империализм есть молодой российский агрессор и государство заинтересовано государство заинтересовано в экономических интересах в Сирии и так далее это все правильно но с другой стороны Владимир Ильич разделял и это Сталин тоже сказал о том что есть война агрессивная есть война захватическая война справедливая так вот нельзя в одно так сказать самое кучу валить то и другое мы в 15 году в декабре товарищи подвозят с Грецией жестко поспорили немножко на встрече компартии компонент инициативы Брюсселя где мы смогли убедить и Брюссо Курсетский партий что не является сегодня таким же грейссом как США НАТО и Евросоюз Россия не является таким грейссом Ленин говорит что надо помогать слабым государствам и вот здесь Россия выступает в роли оказания помощи правительству законно правительству Сирии и коммунисты сирийские нам говорят спасибо что мы влияли наше правительство мы наоборот давим на нашего президента наше правительство чтобы они более-менее помогали потому что мы по Донбассу мы с первого дня когда начались события на Донбассе мы сделали совершили заявление мы приехали на Донбасс создали рабочую группу на 10 раз съездили в Донбасс то есть вовсе я побывал на Донбассе сегодня еще более двух месяцев за 3-3 года то есть это говорит о том что мы подъемно проводим там ту работу которую обязаны проводить и мы это заставляем президента оказывать помощь после первой поездки когда мы увидели о том что президент и президент России заключили в первое соглашение в Минске практически отказались даже помогать а та сторона украинская вооружается подтягивает свежие технику свежие силы а у наших боекомплектов мы приехали подготовить жесткое заявление президента ЦК направили его к президенту правительству бездум социализации в СМИ сработало вот эти товарищи подъемки приехали к нам в СССР в апреле 15-го года снова пошла техника снова пошла помощь это мы заставили понимаете еще такое совпадение запускаем второй раз в прошлом году мы в апреле приехали нам коммунители говорят что в дело Россию показывают российские каналы про нас ничего у нас каждый день идет здесь бомбят какие-то обстрелы там люди города тишина мы приезжаем подготовить заверения Валерий Александрович урон подготовить гости через шансы заявления мы подработали в Заказе мы все страны секретика подработали 18-го мая мы направили его президенту 21-го мая президент по телевидению показывает звонит президенту Франции президенту Украины кайфу Германии сработало сработало и пошли информация в этом делу вот это маленький вклад нашей партии поэтому мы говорим о том что мы должны отделять вот это самое главное которое мы должны делать мы не защищаем нашего президента и правительства мы ругаем больше всех его и мы тоже партия сегодня такая которая не любит президента мы в прошлом году во всех региональных отделениях которые участвовали в выборах в областной думе на связи нигде не пустили сегодня в этом году уже то же самое в муниципальные выборы в Украине как можно сказать как снимали оказывали регистрации а за чем-то говорит это говорит о том что наша партия очень опасна для президента и мы этим годимся что у нас с вами так считается точнее не знают что мы опасны знаешь что мы очень многое делаем я не хвачиваю просто говорю о том что ну нельзя вот так подступать в таких позициях понимаете я еще хотел бы сказать замечание товарища Козенова который тоже получался всех и человек тогда я подводил обобщал и тогда оксана Сергеевич он менее мягкий я просто предапомню оксана Сергеевичу что он был как я сказал он был в день коммунитетивы и был в РКРП и в самое тяжелое время когда партию запрещали после октября 23 года они ушли за РКРП создали другую партию и служили на РКРП рабочко-возьянская российская партия РКРП-2 против мест поэтому давайте так товарищи я просто это не стоит а факты в ближайшие не вобрешь поэтому да мы сегодня друзья мы сотрудничаем и прочее но нельзя забывать то что было а я разъединяю что мы называем это предательство когда товарищи покидает партию в самое тяжелое время товарищи большое спасибо еще раз сильным успехом я конечно поддерживаю обновление Валерия Николаевича Турула то что конечно надо обретеняться давно уже нацелила пора и мы об этом говорили уже давно я вспомнил на конференции на семинарах больше всего несколько раз что есть необходимость создания комментариев для этого есть те принципы которые мы импотерили чем ближе к концу тем больше чувств уважаемые товарищи товарищи из компартии Греции просят реплику поскольку до них это еще третий круг не имеем не имеем скупо уйти логу на милейсум до 3 секунд в начале по нашему в американских афистофет 2-3 в муна нацзав афистофет пара для технических поскольку она обеспечивает третий о том о том и обеспечении и обеспечении и обеспечении обеспечения обеспечении украшаем Баброздimeters. Мы изучали отношения в конструкции. Мы не хотели, наверное, проехать, но мы не хотели, чтобы понять. И в этот раз мы занялись показателем. Мы не хотели это сделать. Мы не хотели это сделать. Так, тогда мы так реализуем, чтобы обращать fairerler к нам. В общем, какие проблемы с тем, что 넘оравливается, и т.д. Расскажи, что мы в этом сезоне перед тем, что нам очень надоелости. Мы с вами рекомендовали, что этот раз в мире является именно так, который придет заинтересоваться на свежих родственников в том, чтобы получить самую силу. Чтобы было намерение в том, что, я бы сказал, что, если было, я бы сказал это, что у нас был именно страх, Виталий Switch, чтобы не собирать гляжу князlık, что-то они не важны. Но это я понял, что я взял вас в борьбе с церемонию, потому что я нашел свой парень в связи. В смысле, мы не пришли каватанам в Бобросов. Мы пришли каватанам в Бобросов, каватанам в Бобросов. Потому что этот вопрос, как говорится, Субтитры создавал DimaTorzok Это результат нашего изучения. Субтитры создавал DimaTorzok Это результат нашего изучения. Субтитры создавал DimaTorzok Это результат нашего изучения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тише, тише, тише. Что такое, Юрий Николаевич? Давай, давай. Три минуты, пожалуйста. Вы по второму кругу еще. Давай, давай, Юрий. Первый, он уже выступал. Так, ладно. Второй круг. Ответ. Ну, у нас, благо мы идем с опережением расписания, поэтому все возможности выискаться. Юрий Николаевич Кохлов, коммунистическая рабочая организация «Луган». Я буду краток и хотел бы ответить своим товарищам из Греции. Дорогие товарищи, конечно, вам можно вот так вот сидеть, когда оно не стреляет, когда оно к тебе в квартиру, в дом не летит, не прилетает, сидит. Вот буржуазия и все это чудесно. Тролевали, это хорошо. Но вы Одессу видели, когда простых людей, вышедших, вышедших, на глазах милиции, пожарных, сожгли, просто. Это вам говорят, что их 48. Приходили к нам одесситы, говорят, там более 200 человек. Остальных поставили пропавшими без вести. На глазах у всех. То есть пришел фашизм. Не просто интернационализм, не просто за какие-то эти самые. Ведь ведение войны, оно нельзя вот брать вот классика, вот те вот за интересы, те за это. Ведь они настолько хитрые, настолько у них куча различных способов ведения войны. Понимаете, что брат на брата натравили. Никто не мог никогда подумать, что братские народы завоюют. Но не мы же ведь пришли под Киев. Не мы же стоим где-то под Альвовым. Они стоят у меня под Луганском. И то, что они делают, фашисты, люди одураченные, одурманенные. Вот современными средствами воздействия на ум. Вы понимаете, как говорят, не было бы счастья, да несчастье может помогло. Так бы и сидели мы с этой КПУ. Так бы и разлагались дальше. Но вот эти процессы все какие. Да, мы коммунисты учимся, воюем. И обязательно, это наша цель и задача захватить власть. Мы же видим, что пришла не братская Россия. Да, нам помогли в этом плане. Помогли, чтобы нас не вырезали. Полностью поголовно всех. Понимаете? Да, стали. Да, дали оружие. Дали возможность себя защищать, сформировать свою армию. Теперь другое дело. Как вместе, совместно будем мы это дело использовать. Вот, и поэтому я считаю, что вот так однобоко, как всем конфликтам, нельзя подходить. То есть сам какой-то имеет. Каждый имеет свой подход. И в каждом случае нужно обязательно разбираться. То же самое и в Сирии происходит. Ведь это ж не то, что первая империалистическая, первая мировая война. Там было одно дело. Здесь совсем другие моменты. Это ж уже не тот 14-го года империализм. Это уже действительно имеющий какую-то историческую свою изощренность. Ну, подходить вот так же сам по мне, я считаю, нельзя. Ну, и еще хотел бы в отношении товарища Батова. Дорогой ты, Александр Батькович, ты подрасти еще и не можешь... Наберись опыта и говорить, что кого-то... Да, кого-то надо, может, и подтягивать надо будет. Ты посмотри, сколько партий, когда интернационал, сколько партий сразу, как грибы. Посмотрите, греческая в 18-м и тогда, и тогда, когда это Грушинина революция была. И сейчас объединимся в интернационал, значит, будем в Коминтерн. Значит, будем мы это самое. Только в объединении наша сила будет. А так говорить, вот я там, вот кого-то, кто-то какие-то там меркандиры, это я считаю, ну, несерьезно. Браво! Спасибо, Игорь. Спасибо. Ну что, уважаемые товарищи, греческие товарищи используют свое слово «четвертым». Поэтому, товарищи, российская коммунистическая рабочая партия мне поручила... то, по-ручев, центральный... Вы не поручили, значит, центральный комитет поручил. Давайте, товарищи, греческие, пожалуйста. Θέλουμε να είναι σαφέστατα αυτά που λέμε. Мы είχα дим... ...что είχα дим... ...со-бебела Ясна, Яснаς, αυτόм, στον Μηδαβαρί. Το КУКУЭ πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά του φασισμού και του ναζισμού με χιλιάδες νεκρούς. «Κομουνιστήσεις και η Πάρτια, Γκρέση, Πελά, Βακλαβέ, Μπαριμή, Πρώτη, Φασίσμα, Ινατσίσμα» και «ΙΖΑΕΤΑ, ΒΥΡΜΕΛΑ, Κτίσετ Συφαγήψη». Και έχασε την εξουσία, γιατί αντί να τη διεκδικήσει το 44, ευνόησε η πρακτική του τα συνθήματα των Εγγλέζων και παρέδωσε την εξουσία στο όνομα της ομαλής δημοκρατικής φορείας. Και τώρα λέμε θα πολεμήσουμε. Αλλά θα πολεμήσουμε για τα αυτοτελή συμφέροντα της εργατικής τάξης και του λαού μας. Και όχι για κανένα τμήμα της αστικής τάξης. Και για κανένα υπεριαλιστικό κέντρο. Δεν είναι η θέση μας από καναπέ, είναι θέση δράσης, σύγκρουσης. Είναι η θέση μας να δημιουργήσουμε και να δημιουργήσουμε. Και απαιτεί μεγάλη σύγκρουση με τον εσωτερικό εχθρό, με την αστική τάξη της Ελλάδας. Είναι να δημιουργήσουμε και να δημιουργήσουμε τα εργατικά που ζουν κλήμα 3, που μπορεί να σε πάει κατηγορούμενο για προδοσία. Αυτό που μπορεί να εμπιστεί και να δημιουργήσουμε και να δημιουργήσουμε. Αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ευχαριστώ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE και να δημιουργήσουμε και να δημιουργήσουμε και να δημιουργήσουμε και να δημιουργήσουμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE σε συμβες να προσκήσουμε κάποιον κερδί. Υπότιτλοι AUTHORWAVE «Σιόντιτλοι AUTHORWAVE» В продолжении той декларации, которую мы вместе с вами ведем в направлении принятия, себе на ум отложили несколько вопросов, которые мы должны продолжить, показать, рассказать, прочее, теоретически. Первое, вот это то, что относится к наиболее горячему, что ли, наиболее актуальному вопросу, это относительно вопросов войны, относительно сегодняшних событий на Украине, в Сирии, да и в других регионах мира. На Донбассе и Украине. Украина, Украина, Донбасс. Значит, мы все знаем ленинскую теорию войн о определении справедливых и несправедливых. Мы все знаем, тише, мы все знаем, значит, большинство позиций по сегодняшней ситуации. Значит, наша партия в большинстве заявлений, которые она делала по этому вопросу, всегда находила общий язык с коммунистами Греции, так? И я думаю, что надо отдать должное, товарищи из Компартии Греции больше других сделали для того, чтобы выразить общую позицию против возрождения фашизма на Украине и на Донбассе. И надо им сказать спасибо, особенно их депутаты Европарламента, которые всегда вплотную этим занимаются. И сами были и на Донбассе, и греческая Компартия приняла участие в конференции, которую мы там организовывали. И у нас общее понимание прежде всего в том, что мы должны использовать трещины в лагере противника. И если сегодня буржуазный режим России помогает бороться людям Донбасса, шахтерам и трактористам против фашизма, то мы в данном случае считаем, конечно, эту возможность надо использовать. И со своей стороны мы здесь прилагаем все усилия, чтобы эта помощь была предметнее, больше, наступательнее, чтобы говорили прямее и так далее. Но при этом мы всегда предупреждаем донбасских наших друзей и украинских, что все это ненадежно, что во многом это обусловлено их интересами сугубо материальными, политическими, что они в любой момент могут предать. Торги идут за спиной борющегося пролетариата. И мы примеры вот этой сдачи позиций, предательства уже наблюдаем. Мы такую же позицию согласовали и вместе проводим с товарищами сирийской комфартии. Российская сегодняшняя власть – это не Советский Союз. И помогают они не из соображений интернационализма пролетарского. Они преследуют свои интересы капитала. Но если это сегодня играет положительную роль и помогает в борьбе сирийского народа, мы это дело оцениваем положительно, поддерживаем и используем. И где возможно еще и подтолкнем к этому делу и поведем. Вот о чем идет речь. И в продолжение этому высказывали выступающие, в том числе Шати Давлеточ, уважаемые, о том, что очень надо тонко смотреть за вопросом сейчас понятия нации. И где-то поддерживать, а где-то напрочь стоять. Но я бы в этом плане хотел обратить общее внимание и высказать нашу позицию и теоретическую дальнейшую проработку, что вся сила позиции Советского Союза заключалась в том, что кроме дружественных стран, соцлагеря, у Советского Союза была мощнейшая поддержка в виде трудящихся классов во всех буржуазных странах. Вот она, в чем была сила и мощь, и на чем они стояли. Сегодня та же буржуазная российская власть, хотя она в глазах трудящихся других стран часто видится как положительна, и кое-кто ее воспринимает как продолжателя дела Советского Союза. Ну, вроде они противостоят американцам и целому этому блоку НАТО и прочее. Но вот этой поддержки от трудящегося класса, поддержки интернациональной, они, конечно, не имеют и не будут никогда иметь. И поэтому мы, значит, прежде чем определяться, вот в вопросе, как Шадид Авридович поставил там, поддержки нации, да, я думаю, что... Которые стремятся к национальному освобождению. Что здесь надо подходить в каждом конкретном случае, в каждой нации, в конкретной ситуации. Но вот что мы непременно должны делать, это мы все вместе должны больше и больше и больше проводить линию пролетарского интернационализма, прежде всего, да. Значит, то, чего Россия на сегодняшний день не имеет по отношению к Советскому Союзу. Мы обязательно продолжим работу по тому теоретическому вопросу, который обозначился. И то, что касается стадии социализма, вот чем выступала Клара Ажибековна, да, мы не очень с этим согласны. И у нас в докладе, значит, это... Ну, мы постарались это отметить, может быть, вы еще не читали. И когда вопрос касается того, что, может быть, даже сто лет, как она сказала, да, это как раз совпадает с позицией китайских товарищей, которые говорят, вот через сто лет там что-то, может, будет. И как бы не характеризовать их сегодняшний период как переходные, вот Иван Михайлович и рабочая партия это говорила. Но при этом, исходя из той же диалектики, на чем мы тоже согласны, надо говорить, что в этом переходном периоде важно видеть тенденцию. А в какую сторону идет процесс? Восход это или закат, или куда? Так вот, у китайских товарищей, с нашей точки зрения, к сожалению, тенденция все больше и больше негатива несет. Сегодня они на втором месте в мире по количеству миллиардеров. Россия на третьем. И роль китайского капитала в мире все более и более реакционна, о чем говорили товарищи в Греции на примере Порта-Корей, товарищей из Казахстана, на примере расстрела рабочих в Грана Зене. И массу можно других, так сказать, к примеру, привести. Мы по этому вопросу начали высказываться. Мы это, я имею в виду, коммунистическое сообщество в целом. Еще не все партии, а ряд товарищей. Я думаю, что мы эту тему, значит, по всякому случаю, не будем замалчивать. И нельзя это расценивать как недружественные шаги по отношению к китайским трудящимся вообще. Потому что кто, кроме как товарища, тебя предупредит? Вот мы сегодня написали большие работы и доклады с разбором ошибок наших, советских коммунистов. Но мы также признаем, что ведь были те партии, которые предупреждали КПСС о том, что не то творится, не туда идете и прочее, прочее. Мы знаем сегодня эти работы. Тогда не знали, сегодня и больше знали. Поэтому вот от этого так пооднакиваться нельзя. И в теоретическом плане эта работа должна быть продолжена. Ну и, наконец, возвращаясь все-таки к главным продуктам или итогам нашей конференции, значит, планируется изложение нашей общей позиции в документе, который называется Декларация Октябрь 40-го года. Значит, вы знаете, что этот проект был разработан с участием нескольких партий, был переведен на английский язык, разрослым. Значит, к сегодняшнему дню, значит, есть, ну, первые, скажем так, или результаты обсуждения этого дела. В нашей конференции приняли участие, в очной форме 30 партий, здесь выступили были, в заочной еще 15 партий. Из заочных партий, которые прислали доклады, прислали приветствия, прислали различные документы, из них ряд партий уже прислали мнение, что они считают, что проект, скорее всего, будет улучшен вот здесь, но они уже, так сказать, проголосовали за основу и высказали свое мнение по этому вопросу. Это компартия Австрии, компартия Азербайджана, компартия, рабочая партия Венгрии, значит, народное сопротивление Молдовы, значит, компартия Приднестровья, значит, партия коммунистов в Соединенных Штатах Америки, новая коммунистическая партия Югославии и, в последний момент, компартия Мексики, прислали приветствия и своим намерением писать. Значит, из тех предложений в декларацию, которые поступили здесь, вот уже в письменном виде, да, как я называл, значит, два предложения редакционная комиссия посмотрела и высказала свое мнение, что они вполне годятся для того, чтобы поставить в текст декларации, даже, значит, нашли с авторами вместе место, значит, может быть, до конца не отработали редакцию, но, значит, суть следующая. В том месте, где перечисляются первые шаги советской власти, поставить также, значит, реализацию требования 8-часового рабочего дня, который несет большую смысловую нагрузку. Раз. И второе предложение, которое, значит, относится к тому, что Великий Октябрь дал огромный толчок к подъему национально-освободительной борьбы, распаду колониальной системы всей, и это тоже отметить. Мы этот документ, я так полагаю, мы так замысливали, когда готовили конференцию, значит, ведь не только для себя готовили, мы рассматриваем этот документ как теоретическую работу и как борьбу с теми потоками оппортунизма и ревенезионизма, которые, к сожалению, сегодня присутствуют в коммунистическом движении, в широком. Мы, назначая дату нашей конференции, не только на ум отложили 100-летия 6-го съезда, взявшего курс на восстание и революцию, но и рассчитывали на то, что этот документ спирит более широкой встречи всяких разных партий, в том числе евролевых, в том числе отказавшихся их. От диктатуры пролетариата, от классовой борьбы и так далее будет проведен в ноябре и будет проведен в Ленинграде и в Москве встреча Солиднет. На нее ожидается приезд порядка 90, наверное, партий, а затем по переезду в Москву, значит, вдруг Солиднет будет разбавлен еще всякими другими левыми партиями, не членами Солиднет, прогрессивными там, ну и так далее и тому подобное. И вот на этой встрече, на этом форуме, значит, те партии, которые придерживаются, значит, фоксистских позиций, те, кто присутствует в этом зале, а у нас сейчас порядка 20 партий являются членами списка Солиднет, то есть здесь присутствующих, а если брать с заочными партиями, то это 31 партия, участвующая в этой конференции, являются членами списка Солиднет. Наверное, мы все вместе будем на том форуме и в своей практической работе, значит, опираться на нашу декларацию, чтобы проводить соответствующую линию, ну, среди своих членов, среди трудящихся и в работе с другими партиями. В том числе, ну, не побоимся сказать прямо, будем давать отпор тем, значит, разного рода ревизионистам, которые воплощены в Евролевой, которые поддерживают там якобы левую Сиризу в Греции, которые поддерживают там соответствующих Сиризуцев в Испании нам и где-то и прочее, прочее. Вот, учитывая все сказанное, есть предложение считать декларацию с нами обсужденную, в основном согласованную, принятую за основу, и согласиться с теми сроками ее небольшого редактирования и подписания. Значит, недельный срок нам на то, чтобы мы заслали текст с несенными добавлениями, и две недели всем партиям, значит, участвующим, которые по процедурам своего устава сообщают мнение, подписывают, и мы ее публикуем из всего мира. Нет возражений против данного? Прекрасно. Прекрасно. Тогда разрешите этот момент отметить хоть какими-то аплодисментами. Мы договорились. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, как и есть. Продолжительные. Хорошо. Переходящий в аванс. То, что у нас, то, что у нас есть моменты спора, может быть, даже острова, это очень хорошо. Владимир Ильич говорил, мы приезжаем на съезд для того, чтобы подраться с помощью билетиков. Он имел в виду мандаты. Мы для этого и приезжаем. И я, говорит, очень люблю сердитых людей в этом плане. Раз сердится, значит, у него что-то есть за душой и в голове. Значит, он искренне болеет за дело и готов за него драться. А дальше будем работать и договариваться. Уважаемый товарищ, на всем основная повестка дня у нас исчерпана. Так, есть предложение закончить нашу конференцию исполнением интернационального. Дену на жилье. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ